Гармата, пострел! Так бойцы штурмовой бригады «Лють» работают по позициям противника. После определения цели приводят орудие в боевое положение. По команде делают выстрел. Гармата АМСТА-Б, 152 калибр. Получается, разными снарядами она стреляет, что осколковыми, фугасными, дымовыми. У этой гаубицы своя история, рассказывают украинские защитники. Ещё не так давно из неё целилась армия Российской Федерации по украинским позициям. Но после боёв в Херсонской области российское орудие захватили бойцы штурмовой бригады «Лють». Гармату нам подарувала российская сторона. Прямо с Херсона нам её доставили, мы её подготовили, обслужили. И сейчас работаем с этой гарматой по стороне ленд-лизу нашего. Наводчиком гаубица стал боец с позывным «Берлин». В бригаду «Лють» пришёл добровольцем из полиции, где работал водителем. Прошёл подготовку как штурмовик, но попал в миномётную роту. После подготовки почувствовал, что есть миномётная рота. Очень сильное, имел желание стрельнуть с миномётом, это кинуть мины, как говорится. Но появилась у нас на озбороне наша гармата. И спросили, кто хочет попробовать. Ну, мы с хлопцами пошли и сейчас работаем на ней. На позиции, где стоят бойцы бригады «Лють», можно попасть только под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы. Без них легко стать мишенью для дронов противника. В таких же условиях подвозят и боеприпасы. Бригаду «Лють» в начале 2023 года сформировали из добровольцев. В основном это были полицейские, которые хотели проходить военную службу именно в структуре Министерства внутренних дел. Их мотивация была одним из главных критериев при отборе в бригаду. «Сюда же не заставляют приходить. Люди сами приходят. То есть, если сами приходят, думаю, понимают, что сюда идут. Все же, никого палка не гнали». Бойцы бригады уверены, впереди Украины ждёт только победа. И они готовы делать всё, чтобы она наступила как можно скорее. Наталья Гусак, Артём Воронин из Донецкой области. Для телеканала «Фридом».